Римлянам 13.11 Бог говорит разным людям одни и те же вещи и показывает взаимодополняющие видения. Бог четко показал, что нужно делать. Бог показал записать этот призыв последнего времени для того, чтобы те, кто приготовлен, услышали, откликнулись и сказали Иисусу Христу «Да». Дорогие братья и сестры, всем привет! Меня зовут Александр Рощаков, я координатор движения Армии Пробуждения, служитель Евангельской Церкви. И сегодня я хочу обратиться к вам с серьезнейшим посланием. И вы знаете, насколько бы громко это ни звучало, но сейчас действительно от того, насколько мы с вами вообще примем призыв от Господа идти в Пробуждение, в которое Он нас зовет, решается история наших стран и история всего мира, возможно. Расскажу вам сначала про одно пророчество Боба Джонса, которое вы наверняка слышали. Подготовьтесь к тому, что подготовка станет проявлением. 2020 год готовит начало большой славы Божьей. Стадионы, чудеса, знамения и даже воскрешения. До 2030 года спасется 1 миллиард душ. И в 2020 году Сергею Приходько Господом было показано введение на пробуждение, определенные пазлы, определенные ключи того, как это пробуждение может и должно прийти, что нам конкретно нужно делать. Эти пазлы на самом деле показаны далеко не только ему, но был показан прям вот такой общая картина, почти что полная, которая, конечно, еще будет дополняться. И ему было показано 3 варианта развития событий, 3 варианта пробуждения. Первый вариант – это такое местечковое пробуждение типа Азузы-стрит или еще какого-либо пробуждения Таллинского, где всем такое известное событие может произойти, излияние Святого Духа. И на этом все заглохнуть, побыть вот пару лет, как обычно, и заглохнуть. И тогда, друзья, будут серьезные суды в этом мире, потому что у Бога один план. Он скоро возвращается, и пробуждение перед его приходом должно произойти глобально. Второй вариант – это когда вот это пробуждение увеличивается, мы чуть более по ведению двигаемся, но не доделываем. И тогда, соответственно, будут определенного рода суды, ну и будет какого-то масштаба пробуждения. И то, что хочет Господь, третий вариант пробуждения – это глобальное пробуждение, это вот это вот жатва в миллиард душ. Начинается все с русскоязычного народа, Россия, Украина, Беларусь, ну то есть вот русскоязычные страны, и об этом множество также пророчеств. Тот же Боб Джонс в других пророчествах говорил об этом. Об этом говорили многие пророки, как иностранные, так и русскоговорящим пророкам Господь показывает это. Так вот, друзья, Сергею также было сказано, чем больше пробуждения, тем меньше потрясений и судов. Чем меньше пробуждения, тем больше потрясений и судов. И сейчас мы вошли в такие времена, когда мир начинает погружаться, вот эти потрясения и суды. И от нас очень сильно зависит, что будет происходить дальше, насколько большие будут потрясения и суды, и насколько большой уровень пробуждения будет или не будет. И если есть вот это слово о разрушении, о третьей мировой войне и так далее, а что нам с этим делать? Соглашаться или нам воевать, или нам поститься, или нам поклоняться, или нам поднять щит молитвы? Что конкретно ты, Бог, говоришь нам сегодня здесь делать? И делать то конкретно, что Он будет говорить? Я верю, что мы можем это остановить, я верю, что мы должны это остановить. Сейчас Господь показывает многим людям, причем не только пророкам, но просто христианам, Он дает сны о каких-то вот этих потрясениях, войнах, о том, что нужно там собирать вещи и куда-то уезжать. И это также, друзья, элемент того, что может произойти, но может и не произойти. Бог хочет, чтобы пробуждение было на нашей земле, не чтобы пагуба пришла на нашу землю, не чтобы война пришла на нашу землю, но чтобы на нашей земле было пробуждение. Но это очень сильно зависит сегодня от церкви. Насколько церковь проснется, чтобы умереть для себя и жить, наконец, для Господа и для того, чтобы пришло пробуждение. Насколько мы будем посвящены этому, насколько мы будем готовы сложить свои регалии, соединиться в том, что мы можем делать вместе. Церковь Христова сегодня определит, что будет. Или это будет, или это. Мы на пороге страшных событий. Если мы не покаемся, друзья, если мы не поймем тот призыв, который дан сегодня вот в этой части мира, вот в этой части, где мы сегодня находимся, и к нам были пророчества Бога Джонса даны. Для нас были обращены пророчества Хацана Тейла. Это к нам обращена эта ответственность. И эту ответственность мы можем пропустить, поверьте. Это может не быть. Этого может не быть. Этого пробуждения может не быть. И оно решается в это время. Не будет пробуждения, если не будет сегодня в это время соглашения. И вопроса не будет. Мы погрузимся в пагубу. Начнется война. Война перекинется в разные страны. Поверьте, я видел то, что я вам рассказать даже не могу. Я ревел, я орал от того, что я видел. Вы даже не представляете, что может случаться. Городов просто может не быть. Вот их снесут эти города. Но это может быть остановлено. Потому что он хочет дать пробуждение. И я повторюсь еще раз. Повторю еще раз эту мысль. Он ждет нас, чтобы мы пробудились для пробуждения. И он ему говорит тогда. И если вы будете молиться, чтобы у вас был мир, я дам вам мир. Но если вы этот мир употребите для пробуждения и для спасения людей. Он говорит, вы молитесь о мире, чтобы вам просто хорошо жить. Он говорит, я не дам вам такого мира в это время, чтобы просто вам хорошо пожить. Если вы не будете молиться так и не покаетесь в своем сердце, то он говорит, придет пагуба и придут разрушения в вашем народе. И вы думаете, это не может быть в это время? Мы находимся на пороге страшных событий. Если события не остановятся там, в Украине, мало не покажется никому. Ни в Европе, ни в России, ни в других странах, ни на других континентах, поверь. Время такое, которого не было за последние десятилетия. Осознанность такую, которую сейчас нам нужно понять и принять, не было. И от церкви Христовой зависит сегодня все. И он как бы повторил ему, он сказал, церковь, я не дам вам мир просто, чтобы вы хорошо пожили. Я дам вам мир, если вы будете сокрушаться и будете просить. И если вы будете просить, это время для пробуждения. Нам нужно принять решение, отдать следующие годы на пробуждение. Нам нужно принять решение, иначе его не будет. Я специально паузу выдержу, чтобы сказать, иначе его не будет, этого пробуждения. Потому что оно должно было быть уже давно. И его нет только лишь потому, что верующие сегодня кушают ради своих желудков. Живут ради тела своего, ради обоев новых, ради холодильников, ради своего жития, бытия. Они не живут ради Христа. Пробуждение начнется в церкви. Пробудиться должны, должны пробудиться дети Божьи. Пробудиться к господству Иисуса Христа в жизни. Пробудиться к тяжелому труду ради Христа. И не обманывайтесь, труд будет тяжелый. Труд будет очень непростой. Нужно будет дико быть посвященным. Вот в эти дни определяются события. Поверьте, в эти дни определяются события. Или мы зайдем в пробуждение в следующем сезоне, или мы зайдем в пабубы и разрушение. Итак, война или пробуждение? Церковь решает сегодня. У меня также было два видения. Одно было еще раньше, потому что Господь предупреждал о том, что все будет именно так происходить уже с 20-го года. Он показывал, что все зависит от того, насколько церковь откликнется и принят Божье ведение, Божий план на пробуждение. Чем меньше будет пробуждения, тем больше будет потрясений судов. И чем больше будет пробуждения, тем меньше будет потрясений судов. Недавно Бог позвал меня в уединение, показав, что Он хочет открыть что-то важное в отношении наступившего времени и в отношении того, что Он ожидает от нас. И когда я молился, у меня произошло внезапное видение. Я увидел будущее. При этом одновременно это был я, одновременно это был какой-то служитель, который представлял собой основную массу христианских служителей. В это время в человечество вошло те процессы, которые невозможно остановить, и когда уже ничего нельзя исправить. Шла ядерная война. Многие города были уничтожены. Люди жили в ужасе, в кромешном ужасе. С каждым днем приходили все более ужасные известия. На земле не было безопасного места. В этом видении я так же, как и многие служители, в ужасе взывал к Богу. Как? Почему Господь-то это допустил? Почему все дошло до такого ужасного уровня? Где мы упустили? Что не так? Невозможно, чтобы это произошло без шанса избегнуть. Я так же, как и другие, взывал день и ночь. И в этом видении Бог ответил мне. Он показал, что совсем недавно он обращался с призывом принять бремя пробуждения, стать беременными пробуждением, выносить в ходатайстве и в послушание ему, в тотальной посвященности ему, выносить это пробуждение, родить его и бережно и ответственно нести его. Там четко было выделено две фазы. Первая в основном состояла из молитвенной части напряженного усиленного ходатайства, объединения всех в армию пробуждения, неотступности, тотальной посвященности, освящения через дух тотального покаяния на всей церкви. Вторая происходила, когда уже произошло излияние, и масса людей были привлечены той славой, которая пришла в церковь, тем помазанием. Люди просто валили в церковь, и церковь была занята тем, чтобы они могли войти, и тем, чтобы послужить им. Но эти люди быстро становились более жаждущие, ревностные, огненные и помазанные, чем те, кто находился много лет в Господе. Бог показывал, что он долго звал, тормошил церковь, будил ее, для того, чтобы она приняла это время и забеременела. Но не было достаточного ответа, и он показал еще одну вещь. Я увидел ситуацию с другой стороны, что в это же время силы зла, несметные полчища его, зная, что немного им осталось, начали самую полномасштабную войну на уничтожение человечества и церкви. Преломить ситуацию возможно было бы, если только церковь встала в единстве, проснулась, приняла силу и противостала этому уничтожению, установив царство Иисуса Христа. Да, это пробуждение было бы не абсолютно везде, но там, где нужно, оно бы прошло, и был бы пожат более чем миллиард душ за короткий срок. Но в этом видении церковь занималась своими программами, своими делами, своими служениями, своими учениями, и не хотела слышать голос пророков. Бог напомнил мне притчу о званых и избранных, когда были посланы слуги звать на брачный пир, то многие отвергли этот зов. На слуг устраивались гонения, побои, и некоторые были даже убиты. И потом написано, что пришло великое поражение на тех, кто откверг Божий зов. Бог напомнил мне местописание. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Иоанна 13, 20. Я увидел, что церковь не откликнулась на этот зов. Она не приняла то видение, которое давал Бог. Она не встала в проломе до конца. Она не забеременела пробуждением и не родила его. И поражение, которое воздвигал на человечество сатана, не проснувшейся церковью, спящей церковью, не было отражено, не было победы. И пришло поражение на человечество и на церковь. И в этом видении я начал кричать и стенать, что почему, почему, неужели ничего нельзя исправить, неужели нельзя повернуть время спять, неужели этот шанс навсегда упущен, не может этого быть. Если бы ты только дал самый маленький шанс, мы бы разбились просто-напросто в лепешку, что угодно сделали, все возможное и невозможное для того, чтобы церковь проснулась за беременном пробуждением, родила его, чтобы не было этой пагубы, чтобы не было этой войны и уничтожения всех этих кошмаров. Господи, неужели ничего невозможно сделать? И в этот момент я словно стрелой влетел обратно в себя и увидел себя шагающим по комнате. Я ходил и молился в это время, и видение заняло каких-то 2-3 секунды. И Бог проговорил, что сейчас я даю вам этот шанс, у вас есть этот шанс. Сделайте возможное и невозможное для того, чтобы пришло это пробуждение, для того, чтобы церковь проснулась. Сейчас настала эпоха, когда мир меняется полностью, и церковь решает, будет победа или будет поражение, будет пагуба или будет пробуждение, будет уничтожение человечества, или будет великая жатва, в которой будет пожат огромное количество людей для Господа. Недавно подобные введения и сны посетили некоторых других служителей. Если кто-то наблюдает за тем, что Бог проговаривает, какие идут пророчества, вы можете увидеть два рода пророчеств. Одни пророчества о глобальном пробуждении, великой жатве последнего времени. Другие пророчества о великом уничтожении и поражении, которое идет на землю. И они не противоречат друг другу. Церковь определяет сейчас, каждый из нас определяет сейчас, что будет. Если ты скажешь Иисусу Христу «Да», если ты скажешь «Я буду принимать это бремя пробуждения, я забеременею, я буду рождать его в ходатайстве, пока оно не родится до самого пика этого пробуждения, я беру ответственность, я даю посвящение, чтобы ты был настоящим Господом для меня, что я сделаю все, что угодно, все, что ты мне скажешь. Дай сверхъестественной благодати на то, чтобы пойти в этом до конца и исполнить твою волю на сто процентов». То, что я скажу дальше, это не для всех возможно. Избранные его, по-настоящему верные, бесконечно посвященные, откликнутся на этот зов. Он показал три уровня посвящения. Посвящение не в ветхозаветном понятии, а посвящение как тотальная отдача Иисусу Христу под его господство. Он показал, что время прийти ко кресту, иметь полноту искупления и завершенные работы, пребывать на кресте, пребывать в этом искуплении во всей полноте. И второе, это пребывать в полноте его господства, принять ведение, которое он дает. Все пазлы этого ведения открыты разным людям и соединенные в единую картину, стратегию, плана, пробуждение, ведение, которое дал Господь, выраженное в учебнике глобального пробуждения. Если кто-то хочет ознакомиться с тем, что многократно и многообразно Господь подтверждает многим служителям то, что собрано и объединено, и на чем сейчас многие тысячи людей становятся и начинают двигаться в пробуждение, вы можете посмотреть «Школу пробужденца» 8 занятий, а также можете прочитать учебник глобального пробуждения. Ссылки можно найти в описании. Как минимум, можно войти в движение армии пробуждения, в котором объединяются люди, которые за пробуждением, которые говорят Иисусу Христу, да. Даже если они еще не разобрались, что делать, но они за пробуждение, а не против. Они могут войти в движение армии пробуждения, и там достаточно материалов для того, чтобы разобраться, для того, чтобы найти тех, с кем вы будете сотрудничать в теле пробуждения, для того, чтобы образовались взаимоскрепляющие связи. Там объединены многие служения, служащие для пробуждения, объединены на этой платформе для сотрудничества. Движение Армии Пробуждения – это не чье-то служение. Это платформа для объединения всех служений, которые говорят Иисусу Христу «Да» и через которые Господь двигает пробуждение. Итак, первая степень посвящения – это посвящение «постараюсь». Это неплохо. С этого хотя бы нужно начать. Я постараюсь. Я постараюсь. Я войду в движение Армии Пробуждения и хотя бы, как минимум, постараюсь ознакомливаться с тем, что здесь предлагается. Со школой пробужденца. Участвовать в эфирах, смотреть их и так далее. Второй уровень посвященности – усиленное посвящение. Делаю все, что могу. Второй уровень – усиленное посвящение. Делаю все, что могу. И третий уровень посвящения – это те люди, которых ищет сейчас Господь как золото. Бесценные для него. Это посвящение – всесожжение. Полный крест пробуждения. Сверхъестественно сделать все возможное и невозможное. 100% и 200% для того, чтобы родилось это пробуждение и стало оно максимальным. Жить в этом огне пробуждения. На кресте пробуждения. В этом огне всесожжения. Когда-то мне было видение, что настоящие Его служители, они становятся для Него всесожжением. На этом видении Бог показал, что они восходят словно бы на жертвенник. И они полностью сгорают для этого мира, для всего, кроме Господа. Кроме самого Господа. И Бог начинает после этого 100% управлять ими, действовать через них и производить. Только через таких людей Он может производить по-настоящему максимальный плод. И выбор делаем мы. Если это о вас, если вы чувствуете этот зов, начинайте молиться, чтобы стать этим всесожжением. Для этого нужно зайти на крест пробуждения. Смысл креста пробуждения состоит в том, что мы, во-первых, входим в полноту искупления, завершенной работы. Бог реально становится на первое место для нас. Мы обретаем всю полноту Его крови. И второе, это мы даем тотальное, сверхъестественное посвящение Господу. Что угодно, Господь, только то, что ты хочешь. Делай, направляй. Я хочу только твою волю. Не моя воля, но твоя да будет. Умереть для всего своего. Отдать душу свою для Господа. Потому что только так мы сбережем ее. Потому что зерно, только если умрет, принесет много плода. Принять ведение, потому что в 8.4.6 написано. Истреблен будет народ за недостаток ведения. И как ты отверг ведение, отвергну тебя от священства. И так далее. Да не будет этого. Возревнуете в том, чтобы принять ведение. Ведение выражено в школе пробужденца. Там собраны все основные пазлы. Наиболее авторитетные, подтвержденные многократно и многообразно. В теле Христова. Абсолютно библейские, ничему не противоречащие. Абсолютно очевидные. Только люди, которые дадут, возмогут, взыщут и возмогут войти в третий вариант посвящения. Полноты креста пробуждения. Только эти люди будут те, на кого Господь по-настоящему может положиться. И через кого Он сможет преломить ситуацию. Бог призывает встать в проломе за предотвращение тотальной пагубы. И за установление пробуждения. Бог показывает, Он не даст мир. Он не даст избавления. Для того, чтобы мы опять жили для себя. Для того, чтобы просто мы жили впустую. Он может дать мир только для пробуждения. Скажи Ему, Я выбираю пробуждение. Молись за то, чтобы другие тоже очнулись и также выбирали пробуждение. Чтобы была критическая масса тех, кто выберет по-настоящему пробуждение. И даст тотальную, сверхъестественную посвященность себя Господу. То, к чему призывает Господь, как мы верим, это то, чтобы мы начали молиться за пробуждение. Стали в проломе до конца. Это ничему не противоречит и может не понравиться только сатане. Но Бог показывал, что будут орудия сатаны, которым не будет нравиться это. И они будут противостоять этому, пытаясь заставить замолчать Божьих людей, заставить замолчать Бога и воевать против пробуждения. Против того, чтобы церковь проснулась. Для того, чтобы церковь была уничтожена. Поэтому молитесь, чтобы это сопротивление в духовном мире было сломлено и ничто не могло остановить пробуждение. Бог это сказал. Бог это передал. Устами многих свидетелей. Бог предупреждал об этих вещах уже как минимум два года. Хотя есть пророчества и более ранние. И сейчас нужно распространять этот призыв. Молитвенно распространять этот призыв. Молиться, чтобы больше людей просыпалось через это и объединялось в армию Многим даны также один и тот же пазл, который показывает, что перед пробуждением церковь должна отказаться от вражды и разделений Примириться ради пробуждения, принять любовь ради пробуждения, чтобы потому узнали все, что мы его ученики Если мы имеем любовь между собой, то с чего все начинается Это выбор безусловной любви во что бы то ни стало Это призыв встать в проломе за то, чтобы пришел дух тотального покаяния, который всегда приходит при настоящем пробуждении Дух тотального покаяния и молитвенный дух, когда люди не могут не молиться, потому что невероятное молитвенное помазание сходит на церковь Именно это должно произойти, именно это хочет дать Господь, если церковь возревнует и возьмет ответственность за то, чтобы понести его волю, его план, его беременность и родить это пробуждение Скажи Иисусу Христу да, скажи я выбираю, я выбираю тебя Господь, я выбираю твою волю Господь, я выбираю твой крест Господь, я выбираю крест пробуждения Это значит идти, нести свое призвание в пробуждении в это время, сказать Богу да То есть что делать конкретно, что делать? Сказать Иисусу Христу да Сделать шаг в объединение, в армию пробуждения, объединение церкви, войти в движение армии пробуждения По возможности участвовать в онлайн, оффлайн служениях пробуждения Иметь максимум молитвы за пробуждение и за разрешение ситуации в мире для пробуждения Вникать в ведение, применять его и распространять его, чтобы еще люди просыпались, чтобы просыпались ключевые люди пробуждения, через которых спасутся миллионы И я призываю вместе помолиться молитвой посвящения, что значит сказать Иисусу Христу да Это помолиться такой молитвой Господь, во имя Иисуса Христа, дай в это переломное время мне стать тем человеком, который ответит на Твой призыв и скажет Сделай меня, Господи, тем, кто душу положит за предотвращение самого страшного и за то, чтобы пришло пробуждение в самом максимальном варианте Человеком, который сможет забеременеть этим пробуждением, родить его в ходатайстве и смирении по воле Твоей, Господь И также сможет достойно и самопожертвованием служить в нем Тем, кто возьмет свой крест, крест пробуждения и последует за Тобой в самый максимальный его вариант Выберет посвящение всесожжения Дай все большей глубины креста Твоего в искуплении, полноте искупления и полноте господства Твоего Дай принять Твой возрастающий дух молитвы, покаяния и посвященности, чтобы Ты производил все в нас и через нас, что Ты хочешь Вся слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, аминь Нам нужно молиться за предотвращение отрицательного сценария, за благословение на всех власть имущих Вывести мир из кризиса по Твоему плану и вывести в пробуждение За то, чтобы и мы, все большее количество людей, выбирали забеременеть, родить и достойно понести это пробуждение Закатить камень пробуждения до конца в гору, не забрасывая его, чтобы он откатывался назад Но закатить до конца, не быть тростью надломленной, не быть тем, кто берется за плуг и озирается назад, но доделать дело до конца За дух тотального покаяния, единения и посвященности в послушание Господу За глубокое единение по Таллинскому принципу в плодотворном синергичном сотрудничестве под головой Иисусом Христом За тотальное освящение тела Иисуса Христа Принятие с абсолютным почтением и ответственностью глобального помазания За подготовку в освобождение сетей, спасение погибающих и так далее Нам нужно объединиться Нам нужно оставить разногласия по Таллинскому принципу Там люди разных деноминаций христианских проводили служение в одно время и в одном месте И они, для того, чтобы не перессориться, акцентировались только на том, что их объединяет И был результат Таллинское пробуждение Бог хочет применить Таллинский принцип в современной церкви в глобальном масштабе Давайте мы акцентируемся на том, что нас объединяет Цель предотвращения пагубы и установления Божьего пробуждения Позволить Ему сделать это через нас Через абсолютную посвященность В том, чтобы Он реально мог делать через нас все, что Он захочет Объединение на вечных христианских ценностях Оставить все спорные вопросы, все разделяющие вопросы Оставить все это Потому что у сатаны одна стратегия «разделяй и властвуй» Должно было прийти пробуждение И началась эта пагуба Церковь снова разделяется А вы понимаете, здесь важно понимать Написано, что в последнее время по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь А Бог поступает только с милостивым Милостиво Если мы не милостивы, если мы становимся жестки Если мы желаем судов для кого-то То таким судом и мы судимся Мы снимаем с себя всю защиту И поражение приходит беспрепятственно Это делает сатана Он вводит церковь в грех немилостивости Он вводит церковь в грех отречения от любви Нужно молить за сверхъестественную, безусловную, любовь к братьям Единство, объединение Дух Святой угошает разделение Разделение угошает Дух Святой Не будет пробуждения, если будет ненависть Тем, кто способен откликнуться Нужно самим принять это решение Неотступное и безусловное И молиться, чтобы и другие тоже могли произвести это Чтобы сверхъестественно это произошло в жизни все большего и большего количества служителей Во-первых, и во-вторых, всех верующих Друзья, в описании есть ссылки, где можно войти в соответствующие группы движения армии пробуждения Здесь все сказано Что Бог показывает, за что молиться, как действовать Бог показывает стратегию Максимум офлайн и онлайн служения пробуждения Максимум молитвы по тем стратегиям и целям, которые он показал Он призывает принять в ведение Те очевидные и бесспорные принципы пробуждения, о которых мы говорили здесь И которые больше нужно вникнуть Для этого самое удобное Это школа пробужденца Смотрится предельно интересно Сделана концентратом Всего 8 занятий 7 уроков и итоговое выпускное занятие Просмотреть можно за один день При желании уединиться с Господом и сделать это Либо уделять 15-20 минут в день всего лишь для того, чтобы молитвенно просматривать Сделайте это для Господа На кону история мира На кону будет ли у нас завтра На кону будет пробуждение или будет тотальная пагуба Выбираешь ты Выбираю я Выбирает каждый из нас На нас настоящая ответственность Бог стучится к тебе сегодня И говорит, время пробудиться нам от сна Пришло время Самое главное, не говорите Иисусу Христу нет Скажите ему да Сделайте хоть какие-то шаги Ежедневно, в постоянстве Нужно питаться пробуждением Введением, материалами о пробуждении Чтобы вам пребывать в портале пробуждения Чтобы Бог мог через вас действовать в пробуждении И молиться за пробуждение То есть быть этим инструментом Стратегия сатаны Мышления Делайте пробуждение Применяйте послание А я посмотрю, что у вас получится Или как-нибудь прицепом А что я могу-то? Контрстратегия Бога В мышлении, личной ответственности и посвящении Что несмотря на то, что и как делают другие И на все испытания и опасности Я принимаю решение Что именно я сделаю И буду делать, если понадобится Хоть всю жизнь Все возможное и невозможное Для победоносного осуществления Именно третьего варианта пробуждения Самого глобального И молитва активации на кресте пробуждения Какие бы ни были обстоятельства Мои возможности и способности Или испытания Я принимаю неотступное решение Навсегда дать посвящение Зайти на крест пробуждения Если понадобится всю жизнь Доброй совестью Делать все возможное На сто процентов В глазах Бога Для достижения пробуждения по максимуму Что бы ни делали другие Именно я это сделаю Именно я буду стоять в проломе За глобальное пробуждение Именно я в постоянстве буду вникать Применять и распространять Ведение молитвенно и с изобретательностью Проповедуя его везде Для верующих Как и Евангелие для неверующих Именно я возьму ответственность За огонек жажды и ревностности По пробуждению Который Бог зажег у меня внутри Именно я буду есть пробуждение Качественные и желательно свежие материалы о нем Чтобы извлекать все необходимые уроки И позволить через все это Разжигать этот огонь внутри До состояния раскаленного Эпицентра пожара пробуждения Что бы ни решили и ни делали другие Именно я скажу Иисусу Иисусу Христу Да И я буду обновлять это мое посвящение Ежедневно Если вы сказали Иисусу Христу Да Просто будьте неотступны И каждый день перебывайте В портале пробуждения Начинайте двигаться ежедневно Если вы еще не готовы Не говорите Иисусу Христу Нет Сделайте хотя бы шаг Если вы не против пробуждения От того, чтобы Иисус Христос царствовал В ваших населенных пунктах и странах То тогда войдите в движение Армии пробуждения Бог выбирает тех, кто выбирает его Всем огромное благословение в деле пробуждения Слава Господу Иисусу Христу Аминь Друзья, это действительно очень важно И поэтому я приглашаю вас присоединиться К движению армии пробуждения Это платформа, на которой объединяются Служители разных церквей Разных динаминаций и конфессий Мы не смотрим на какие-то там Церковные союзы и что-то еще Мы соединяем свои усилия В работе по достижению Божьих целей в деле пробуждения Совместные молитвы, совместные служения Какие-то практические действия, которые показаны в ведении Различным русскоязычным пророкам Поэтому все ссылки будут в описании к этому видео Там есть также школа пробужденца Основные сейчас каналы, в которых происходит это взаимодействие Это телеграм-канал, это группа ВКонтакте Рассылка ВКонтакте Поэтому присоединяйтесь и вступайте Если вы пастор или лидер церкви Также будет контакт и номер телефона И если вы чувствуете призыв более тесно взаимодействовать, сотрудничать Мы максимально открыты к этим взаимодействиям и сотрудничествам Мы покрываем любовью И действительно делаем это все для Господа И время, дорогие, проснуться Время проснуться Сейчас не время жить так, как мы жили раньше Вести свои церкви так, как мы вели их раньше В тихой гавани укрываться Сейчас время другое Время сражаться за пробуждение Время идти в пробуждение вместе Время ключевое Время очень важное И я молюсь, чтобы каждый, кто посмотрит это видео Услышал Божий призыв Господь, слава Тебе Да придет Твое Царство Да явится Твоя слава Твоя сила во имя Иисуса Христа И как воды наполняют море Так наполнится Россия, Украина, Беларусь Постсоветские страны Познанием славы Господа Слава Тебе, Господь Иисус Аминь Музыка Субтитры создавал DimaTorzok